Ребята, дали нам вот такую заправку прикольную, на заправке магазин есть 24 часа, вчера общее время у нас заканчивалось, заехали сюда, по-быстрому заправили один баг, чтобы взять чок, когда здесь заправляешься, берешь чок, то заезжаешь потом на бесплатный охраняемый парк, парк классный вообще, там есть и туалеты, душ, стиральные машины, всё-всё-всё, и прямо рядом с паркингом outlet торговый центр, сейчас идем в outlet пока, поспали 5 часов, пойдем сходим в магазин, вот он, супермаркет для Prada, Сходили в этот магазин, написано outlet, на самом деле магазин 10 на 10, цены такие подороже, чем Mercadona, не знаю, кто тут в отзывах пишет, что супермагазин, всё есть, нихера здесь нету, отдали 50 евро, и по факту ничего не купили, купили только молоко, шоколадное молоко, Алёна любит, сгущенку купили, банку тунца ещё одну большую докупили, сыра, вдруг попросил, на трукоснике работает, говорит, может увидимся, возьми пивка Сан-Мигеля, угостишь меня, кровосаны тут, минералки взяли попить, Аверовский батон, соевый там, ну по мелочи, короче, купили, отдали 50 евро, кофе, макароны там, вот так, нихера здесь недорого, паркинг реально классный, кстати, есть где, душ, стиралки, всё, под защитой, стоите под забором, если с полными баками, особенно на выезде с Испании, а так, магазин говно, да? Да, дорогие, цены дорогие, в Меркадонии мы отдали 70 евро, но мы купили 4 пакета, еле несли в машину. Так, ребята, проезжаем уже Ла Джангуэра, вот, хотим, сегодня поедем через Кану, Ниццы, мы там ни разу не ездили, ни я, ни Алена, говорят, там очень-очень-очень красиво, как раз по светлу успеть туда доехать, посмотреть эту красоту, до границы с Италией нам осталось 540 километров, сейчас заеду во Францию, вся Италия поедет, Алена дальше. Хорошо, друзья, у Алены уже заканчивается время, осталось ей полчасика проехать, перестраиваясь на Ниццу, двигаем на Кану Ниццу, смотреть на красоту. Сколько градусов находится? 16, 16 за бортом у нас, посмотрим, сколько будет там. Так, ребята, что, подъезжаем уже к Канам, правда, уже начало зимнеть, но я думаю, успеем мы захватить пейзаж в таких легких сумерках. Мадам, не желаете прокатиться со мной на этом сверхзвуковом автомобиле по лазурному побережью Франции? Конечно. Конечно? Конечно. Ну, поехали, посмотрим море. Какая дорога красивая, в Пальмах все. Класс. Вот, ребята, видно, там уже, ладно, не знаю, камеру, наверное, не видно, но вот там все фонарики, уж как видно, заливка в море, ладно, вот берег начинается. Все. Кажется куда, да? Пали. Пару. а их ребята не успели мы достать моря растемнело очень быстро больного 20 минут уже темнота так ребята остановились мы в италии уже через час у нас заканчивается девятка исключили мультиварочку масло разогреваться сейчас сделаем омлетик завтракаем сходили в душ постирались завтракаем и выезжаем на польшу до польши нам осталось там 800 чем-то километров я думаю что саня мы там в 4 утра приблизительно так все помидоры доделать так ребята наш омлетик почти готов добавляем колбаску помидор чеснок сыр сумма до 3 яйца да молоко сейчас колбаску добавим перемешаем и завтрак наш будет через десять готова думала мультиварку разогрелась остаток раз помешаем все дело молока немного наливала чесночка туда дадим шеф-повару тарелку еще и сейчас пока она будет нам готовить мультиварочка нашему сходим алена насмотрела сыну в подарок хочет купить кроссовки каповские на автогриле в италии стоим хорошая цена вроде 50 сколько 59 евро вот так сходим на автогриль так ребята все мы выехали едем едем на границу с австрией алена начала первую рабочую первой алена начала первая рабочую смену работа такая маска спала эту 860 километров если успеем рано выгрузиться то я думаю нам просто дадут либо переехать куда-то другой загрузки либо с прицепом этим что делать не знаем сами в предвкушении ждем что будет у нас все притормаживает все ребята залетаем в австрию вот и сбоку станет для машин страну отметим вот просто крик не спас носи только никого летишь с утром россии быстренько отметим страну вот водитель 1 сначала страны австрия вот водитель 2 все можем ехать дальше здесь на филах есть тоже хороший паркинг такой с левой стороны данных 6 или 8 километрах от границы тоже там классные гостиницы есть и душ и туалет воды набрать и места вот такие вот в горах красивых так ребята приехали мы вчера выгрузились приехали на загрузку 8 километров от выгрузки нам дали загрузку такая фирма новая здесь в польше по google картам просто поле даже фирмы нету ну не знали что есть стоянка есть такая крутая на обум поехали сюда думали станем для него для фирмы потому что здесь стоять особо негде был дороги узкие поехали думали к фирме ставим приезжаем тут такая стоянка куда как норвегии есть идентичная фирма есть душ туалет набрать воды вообще стоянка просто крутая стоишь без проблем вот сейчас сходили нам сказали подождите не можем дозвониться на до рампы чтобы дать вам рампу подойдите через полчаса час вот поэтому стоим ждем сейчас пойдем сходим еще раз узнаем рампу если есть у нас в 11 что загрузка мы хотим пораньше загрузить сейчас 930 нам было хорошо в 11 выехать нам до парома 700 километров паром у нас будет сенаусть от релиборг вот будем делать с паромом суточную паузу и поплывем на швецию обратно когда мужа вручим кому-нибудь этот прицеп на перецепе так ребята короче выехали мы едем нам уже отменили планирование едем на перецеп короче перецеп у нас один поздно и 2 2 перецеп у нас в этом латвии менеджер пишет нам подмены типа 24 часа отдыха не будет я звоню как нам работать без без суточного даже а когда у вас там суточное воскресенье до 8 утра на стать на суточной но у вас и перецепитесь может быть типа сделаете может быть и нам еще работа целую каденцию и позвонил мне сейчас друг тоже расстроил нас немножко у него была ситуация он на погрузку заезжал и полетником немножко задел бетонный сок короче поцарапал просто полетник не мятина ничего просто царапина полетника он как добросовестный человек мог вообще не звонить этот сос там никто и не заметил царапину можно было там не знаю чем-то провести закрасить ее позвонил сос сейчас свели на базу домой уже едет и говорит заставили подписать на 700 евро высчит я представляю что будет у вас за этот рэв если у него 700 евро просто зацарапину сняли сейчас какой-то бардак на таки начался земляков его тоже там он сам из киригизии кого-то увольняли кто-то приезжает баллы в серебре за солярку по 600 евро высчитывают в общем что-то гертыки начинается непонятно стоим закрыт переезд этот поезд проедет поедем дальше так ребята всем добрый день точнее у нас уже вечер сидим уже у нас остается 23 29 состояли это слава богу шоу вот стоит наш прицеп на котором мы будем меняться слава богу что так получилось что менеджер написал двадцать четверки не будет у нас я звоню рука к этому работаем без труда и отдыха без режима 24 не будет а когда у вас воскресенье типа 8 утра а сегодня суббота она говорит тогда будем смотреть типа по необходимости там латвии перецеп этот прицеп в общем едет на финляндию сейчас и у тела ночью стрелянуло колесо разорвало подушку разорвало трубки он там что-то глушил в общем нам сказали его выгрузить финляндии а потом типа на базу шоуля и поедем ремонтировать этот прицеп свой везучий прицеп мы отдаем ему а он нам везучий свой прицеп отдает который уже без тормозов там по одной стороне и позвонили сегодня в этот мониторинг дежурному менеджеру мы говорим что типа так и так перецеп должен был быть 8 утра вот что нам делать у нас типа 24 кому не успеем там до сюда потому что он опаздывает на пять часов где-то там пока он там менял все и нам дежурный ворота стоим типа 24 достаиваем часть часа а потом уже едем финляндию выгружаемся и прочим сервис шовля и так что надеюсь что по финляндии в этот раз нас никуда не попрут даже если будут переть надо упираться нам будет рогом сказать что на прицепе нету ни запаски запаску мы свою перевесили нету ни тормозов порвана подушка порваны эти трубки кай сразу гонят нас шовля и надеюсь что не поедем мы никуда далеко ну в любом случае прицеп надо ремонтировать потому что на норвегию он никак не пойдет прицеп даже если нас отправили бы за палетами на норвегию с таким прицепом ехать нельзя тем более мы перевешивали нашу запаску у нас там вот так вот срезана покрышка просто как квадрат мы его катили на такая бум 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 то есть и запаски по факту нету ее повесена и стрельнет я думаю тоже очень скоро времени уже в лад и нас осталось 4 часа общего времени доедем сейчас до эстонии станем на паузу потому что мы могли бы доехать до парома но там нельзя стоять там максимум 4 часа или 5 знак стоит поэтому мы доезжая километра 130 встанем на пароме бой на пароме на паркинге сделаем паузу там что у 9 10 у нас получится пауза и в два ночи откроем смену и поедем не такая вода спины и в два ночи откроем смену и поедем доехать там час сорок до час пятьдесят до парома спокойно возьмем билеты и позовем на финляндию спать хочется капец это вот все из-за разбитой двадцать четверки неплановые ничего не планировали но если бы конечно знали что будем стоять 24 стали бы в более удобном месте так стали хоть туалет был да да слава богу еще прицепы тяжелые дорога тяжелая из-за прицепа прицепы не знаю у нас загружено в реальности показывает почти 45 тонн общая масса ценность но с прицепом это что-то тонн 27 агрутов что ли натрамбовали сюда ну да и он как-то не держит совсем равновесие доехать тяжеловато более когда дождь дорога скользкая разбитая скачет этот прицеп туда-сюда может потому что еще подушек нету и короче хотим скорее выброситься в финляндии посмотреть куда нас отправят всем доброй ночи доехали мы на пару алена сонная стартанули в час 40 ночи короче сейчас 350 наверно четырех работает бюро по билетам пойдем в четвером разведку сходим хотим найти душ на этом пароме в 10 у нас выгрузка в финляндии но я так притянул что мы не успеваем нам еще до выгрузки то надо будет километра 140 пока с парома съедем в общем так ребята короче у нас тут блеск и красота опоздали мы на тот паром не опоздали нам booking номер не прислали и чтобы не ждать следующие 12 часов нам заказали какой-то крутой паром на 2 часа с каютой питание на 20 евро каждому короче сейчас мы идем быстро мыться и пойдем наваливать на 20 куда по полной катухи то мы вафлями давили сидели с утра воды не было не могли набрать сейчас пойдем наваливать ребята попали на паромчик помылись набрали уж покушать бекона с блинчиками и зраниками алена там тоже такие херни поэтому пойдем за сладким там сладости ступы прикольные пепси кофе шмофе что хотите на второй заход за сладеньким что заедаем пойдем в каюту поваляемся еще может поспим сейчас точно есть поспать все ребятки покушали мы вышли на перекур на улицу красота так ребятки мы уже выгрузились попали нормальный контраст плюс 27 в минус 2 это пока минус 2 ночью по больше вот едем на загрузку и загрузки на 200 200 короче километров и появится у нас очередной интересный рейс рейс на хорватию на хорватию я ни разу не ездил алёна тем более там говорят надо все платить наличкой со своей карты мани 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 паром на наличку все за наличку нам дают завтра мы крутимся вторник и нам дают неделю доехать так нам надо попроситься еще на базу прицеп этот сделать чтобы давить сервис нам на базе кауляй хотим побыть до одного новой базе посмотреть в общем едем поближе к погрузке поедем либо на фирму либо станем за 50 километров есть паркинг так ребята доехали мы на загрузку вот такой вот у нас видом типа паркинга по решить ну решили поехали к загрузке поближе стоим от прямо на фирме уже завтра утром загрузят будем варить супчик и заканчивать этот выпуск увидимся в следующем рейсе на хорватию пока пока